Только не пукаем микрофон. Что-то у меня синхронизация пошла. У нас уже выставка. А, вот что. Вот 2 км прицел, вот это я понимаю мощь. Ты что 2 км поставил? Да. Ты видео мое посмотрел? Какое? Про оптику. Всем доброго дня. Это второе видео про оптику. Сегодня мы рассмотрим штурмовые прицелы и их особенности. Часть информации внесена под видео в описании. Не ленитесь прочесть. Штурмовые прицелы предназначены для использования обычным пехотинцам на автоматической либо полуавтоматической винтовки, для введения огня как на ближней, так и на средней дистанции. Но в реалиях нашей игры данные прицелы могут применяться как снайперские в том числе. Их отличие от стандартной оптики заключается в простоте использования, вариативности с отсутствием ухудшения скорости перемещения прицела по экрану. Итак, начнем разбор. Первый в списке – Primary Arms – Compact Prism Scope с кратностью 2,5. Продается у лыжника на втором уровне и имеет относительно небольшую цену. Его особенности – средний угол обзора, хорошее качество картинки, четкие и яркие метки к прицеле, относительная маленькая кратность. Довольно удобный для прицеливания и ведения огня, но приближение слабовато. Думаю, своих денег он стоит и у кого-то найдет применение. Для установки требуется специальное крепление. Дополнительных прицельных приспособлений и точек крепления и нового оборудования не имеет. Триджикон Акок с кратностью 3,5. Продается у пиндоса на третьем уровне лояльности по справедливой цене. Отличается ярко-красной меткой прицеливания, отличным качеством картинки и приятной кратностью. Но, на мой взгляд, угла обзора явно не хватает. Для установки на оружие требуется специальное крепление. Имеет возможность установки дополнительного коллиматорного прицела для ближнего боя. «Переключаемый кратности» не имеет. «Переключаемый кратности» не имеет. Триджикин Акок ТА-01 и чего-то там. Продается у миротворства на короне по средней цене. Имеет прикольную зеленую метку прицеливания в виде перекрестия. В остальном имеет все те же плюсы и минусы своего прародителя. За исключением кратности, здесь она имеет значение 4, а не 3,5, как у предыдущего. Для установки требуется специальное крепление. Дополнительно сверху можно установить коллиматорный прицел или диоптрический целик. Переключаемой кратности не имеет. Снова Акок, только мужиско-песочного цвета. Продается там же на четвертом уровне пиндоса, только ниже. По своей сути копия предыдущего прицела, но прикольной расцветки. Леопольд Марк 4 Хаммер. Продажа у миротворца на третьем уровне. Представляет из себя довольно удобный прицел со средними углами обзора, отличным качеством картинки и удобной меткой для прицеливания. Кратность равна четырем. Для установки дополнительных креплений не требуется. Имеет базу крепления для установки коллиматорного прицела Дельта Пойнт. Иные приспособления присобачить не удастся. Кратность фиксированная. Кратность фиксированная. СИБ Браво 4. Наступен у миротворца на короне. По характеристикам очень похож на Хаммер, однако имеет увеличенные углы обзора при той же кратности, что для некоторых сделает его более удобным. Обладает удобной меткой для прицеливания, хоть и весьма жирной. Для установки дополнительных креплений не требуется. Кратность не меняется. Сверху имеет планку для установки прицела для ближнего боя. Например, ПК-06. Элькан Спектр ДР ДРОП-4. Можно купить на третьем уровне у иноземца. По моему мнению, неплохой прицел, который хорошо зайдет новичкам и не очень опытным стрелкам. Имеет средние углы обзора и хорошую картинку в прицеле. Приятное перекрестие прицела. И переключаемую кратность. Может заменить как прицел для ближнего боя, так и дальнего. Установка на оружие не требует дополнительных креплений. Сверху есть диоптрический целик и жирнющая сука-мушка. Может в этом есть какой-то скрытый смысл? Но прикола с жирной мушкой я не поняла. Переключаемую кратность с 1 до 4. Переключаем кратность с 1 до 4. Практический прицел Владай ПС-320. Торгует им всеми нами любимый прапор на четвертом уровне лояльности. Считает личным вариантом для установки почти на все виды автоматических и полуавтоматических винтовок. Обладает лучшим в своем классе углами обзора. Хорошая картинка в прицеле. Перекрестие простое и понятное, без излишеств. Имеет переключаемую кратность. Его можно расценивать как улучшенную версию прицела Elkan Spectre. Данный прицел я сама использую на своих штурмовых винтовках. Для установки не требуется дополнительных креплений. Никаких вспомогательных прицельных приспособлений не имеет. Кратность переключается с единицы до шести. Ну и последний на очереди у нас не совсем штурмовой или оптический прицел. Это гибридный прицельный комплекс EOTech HHS-1. Доступен у миротворца на короне за крупную сумму. А его песочный собрат после выполнения одного из квестов. Представляет из себя голографический прицел с присобаченной к нему одноглазым биноклем. Далее комментарии излишни. Занимайте сами. Занимайте сами. Занимайте сами. Продолжение следует... 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 Вот вам 50 тысяч, чтоб я ей больше не буду А знаешь, где бесплатно Могут такую сумку сделать? На таможне, блять ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА